Соблюдая все каноны, в Балакове возобновили строительство армянской церкви на проспекте Героев. Сейчас кирпичный каркас облицовывает туфом, природным камнем, который традиционно используют при строительстве армянских церквей. Работы проводят мастера из Армении. Они практикуются именно на возведении храмов. Экскурсию для нашей съемочной группы провел заместитель председателя армянской общины города Балакова Геворг Саакян. Вообще армянская церковь, христианство, первые приняли армяне, это 314 год, то есть это древнейшая вера. Армяне очень набожные люди, то есть почему я сказал, что это не просто для нас церковь. Каждый, наверное, знает, что для любого армянина церковь это не просто церковь, это что-то большее. У нас порядка 100 семей, которые активно принимают участие, то есть участвуют в жизни, так скажем, церкви. Есть совет порядка 10 человек. А семей из 100 семей, ну где-то порядка 1000 человек, я думаю, плюс-минус Балаков будет. В армянской церкви нет служб как таковых, поэтому церковь строится небольшая, но очень уютная. История у нас началась еще 4 года назад, активно строились первые 2 года, потом, да, у нас была приостановка где-то в течение года. В данный момент, как вы видите, практически внешняя часть уже церкви закончена, после этого переходим на внутреннюю отделку. Весь материал привезен с Армении, то есть это специальный туф, который именно для строить наша церковь, облицовка идет красным туфом. Также ребята, специалисты приехали из Армении. Также к нам приезжал католикоз всех армян России, Езрас, который осветил данное место для строительства армянской церкви. То есть все строится по канонам, как должно быть. Также из Армении был привезен так называемый по-армянски хачкар, крестный камень, для того, чтобы он у нас здесь стоял, посвященный Великой Отечественной войне и геноциду армян к столетию. Это, так скажем, у нас присутствует во всех церквях. Внутри храма все будет выполняться без каких-то позолот и так далее, минимализм. То есть армянские церкви, здесь будет располагаться несколько икон. И также будет в классическом стиле сделано из красного туфа, который весь привезен из Армении. Выдержан вот в этом туфе. То есть облицовка внутренняя, также планируется все из камня и минимум икон. Собрали все силы в кулак, так скажем, местная община, местные армяне. Всем спасибо за участие. Надеемся уже к следующей весне полностью закончить церковь. Церковь будет открыта, наши двери всегда будут открыты, кому будет интересно. Будем ждать здесь гостей. Кто захочет, может посещать весной после окончания внутренней стройки церкви. Планируется обогородить полностью территорию. Так что милости просим всех. Приходите, смотрите, заходите. Будем рады. Продолжение следует...